Всем привет дорогие друзья! На нашем канале новое видео. Сегодня это 81765 Москва, обзор кабина машиниста. Как себя чувствует машинист, находясь в этом прекрасном поезде, управляя этим поездом? Но прежде всего хотелось бы к вам обратиться. Мои видео смотрят 80% зрителей без подписки. Ну, вы понимаете. Нажмите подписаться, колокольчик поставьте, комментарий напишите, видео оцените. Все по стандарту. Не забудьте подписаться, это очень важно. На нашем канале есть обзоры кабины машиниста ЕЖ-3, вагона 81717, Яуза, АК. А наших прекрасных поездов нет. Поэтому, чтобы исправить этот недочет, сейчас мы проходим в кабину машиниста. Разберем, покажем все нюансы. Вам будет интересно. Поехали! Так, дорогие друзья. Ну вот мы оказались с вами в кабине машиниста вагона 81765 Москва. Эти составы, эти поезда эксплуатируются у нас в депо 2017 года. Заменили собой лампу, которая, в свою очередь, переехала в депо Владыкино. По кабине начнем. Ну, кабина здесь очень просторная. Это очень для машиниста хорошо на самом деле. То есть, пространства здесь много. Здесь спокойно поместится несколько человек, не мешая друг другу. Есть отсеки для инструмента. Посмотри, кстати. В кабине специальная установка обезжараживания воздуха. Прогоняет через себя воздух. Там ультрафиолетовые лампы, которые убивают бактерии и вирусы, кстати. Так, по технике. За спиной машиниста находится вот такой вот пульт. По стандарту мало используется. Ну, редко. Вот, поэтому он находится за спиной машиниста. Здесь вот такие вот выключатели. Стояночные тормоза, система безопасности, освещение салонов, кондиционеры салона. А снизу находятся автоматические выключатели, которые защищают электрические цепи поезда. Противопожарная система, кондиционер кабины, АСНП, передача диспетчеру, номер маршрута и положение устройств безопасности. Дальше. По пульту у нас что здесь? Кстати, здесь вот это первый поезд, на котором применялось, вернее, применяется подогрев пульта. То есть здесь специальный выключатель есть. И пульт вот здесь вот в этом месте подогревается. Очень удобно. В более новых модификациях, в более новых, еще есть подогрев термоса или его охлаждение. Вот здесь вот находится холодильник, можно включить, подогреть или охладить воду, соответственно. По технике. Ну, давайте, кстати, да, вот это тоже покажу. Освещение очень хорошее. Вот, смотрите, это 50%. Вот это на полу. То есть светодиодные лампы очень яркие, и при необходимости машинист может включить, и все будет видно. Подсветка приборов. Вот, посмотрите, здесь. Загорается, видно, да? Дальше. Ну, радиостанция здесь стандартная, такая же, как на Оке. Трубочка, кнопка, связь с поездным диспетчером. Монитор видеонаблюдения. Мы недавно снимали АКУ 81-760. Так вот, он раза в полтора меньше, сам монитор. Здесь огромная матрица. Ну, больше, на самом деле, больше, тем машинисту удобнее и приятнее в нее смотреть. Что здесь по камерам? Давай покажем. Ну, я в каком-то видео уже показывал. Вот, боковые перед, зад. С другой стороны перед, зад. И по вагонам, конечно, машинист может посмотреть обстановку. В вагоне, в каждом вагоне по 8 камер. Также он может посмотреть, что происходит сейчас в хвостовой кабине. Ну, и вот, мы можем даже нас включить. Вот они, мы. Далее. В центре находится вот такой вот длинный дисплей. Это блок управления информационным комплексом. Буид. Здесь информатор. Машинист может выставить маршрут следования. Ну, пассажиры вот видят, знаете. Сверху написано, следует до станции котельники или до станции планерные. Вот выставляется все это в этом компьютере. Также здесь информация о положении дверей. Давай я открою. Вот сюда вот, покажи. Вот, видите, открылся, они красненькие загорелись. Сейчас закрою. Они все закроются. То есть машинист контролирует положение дверей. В том числе и по этому монитору. Также здесь вот индикаторы состояния систем безопасности, наличие или отсутствие частоты в рельсовых цепях, скоростимер, то есть показывает скорость, с которой движется поезд. А также, конечно же, информационная противопожарная система. То есть специальная кнопка понажимает, и машинист контролирует все датчики противопожарной системы. Который сработал, не сработал, может быть, какой-то отсек открылся, который контролирует противопожарную систему машинист. Все это может наблюдать. Переходим к следующему монитору. Это монитор компьютера-машиниста. Многофункциональный дисплей управления МФДУ. Вот он находится справа по стандарту, так же, как на Океа и на других составах, где есть такой монитор. Вот отсюда машинист получает всю необходимую информацию о работе состава. Я уже в который раз говорил. Это двери, пневматика, электрика, в том числе и противопожарная система. Также через этот компьютер он может отключить или включить какую-то систему в определенном вагоне. Сейчас я вам покажу все, как здесь информация есть. Давайте посмотрим. Ну вот тут у нас множество кнопок. Машинист выбирает соответствующую страницу. Вот датчики прижатия тормозных колодок. И может посмотреть положение той или иной системы. Двери, кстати, давайте я вам покажу. Еще раз открою. Машинист контролирует открытие двери не только вот здесь, у БУИК, но и по МФДУ. То есть двойной контроле. Сейчас закрою, вот они у нас зелеными станут. Третье, это тяговый привод. Машинист может контролировать сбор схемы отдельно на каждом вагоне. Сработка автоматов систем защиты на вагоне. Также здесь тяговые усилия. Но, наверное, видели в других видео, как это все выглядит. Просто сейчас мы не сможем вам ДПО показать, потому что состав выключен. Ну, не сможет поехать. Дальше. Электрическая энергия страницы. Здесь, прямо вот она называется, электрическая энергия. Вся информация о работе электрики на каждом вагоне. Напряжение, токи и так далее. Пятая. Пневматика. Пожалуйста, тоже множество значений, множество цифрок, индикаторов. Это работа пневматической системы каждого вагона. Вот я, пожалуйста, тормоза отпустил. Все, он показывает здесь отдельно на каждом вагончике. Это очень удобно. То есть, все перед глазами. Кондиционеры. Вот, пожалуйста. Но они сейчас выключены у нас, поэтому красненькое все. Система автоведения. Просто, помните, я вам показывал, да, наверное, когда поезд сам останавливается на станции. Также потом, в будущем, в этот компьютер будет заливаться, вероятнее всего, система, которая будет, скорее всего, автоматически управлять поездом. Но это пока еще в будущем. Кстати, иди покажи. Вот тут есть конвертик. Сообщения. Все сообщения, которые пишет компьютер, вот здесь в приоритетной строке, они в памяти здесь сохраняются. Если необходимо, машинист может зайти и посмотреть, какие сообщения ему писал поезд. Ну, здесь техническое меню. Машинист сюда редко заходит. И, по стандарту, кнопка 0 – это управление. Управление системами на вагоне отдельно. Машинист может заблокировать двери, выключить свет отдельно в вагоне, отжать только приемники. Отключить вагон, ну, чтобы он просто не работал. Наход тормоз, я имею в виду, при необходимости. Компрессор отключить. Так, ну, давайте мы вам продемонстрируем, что-нибудь заблокируем здесь через ПВУ. Например, двери второго вагона я сейчас сделаю. Смотрите, что будет видеть машинист. Мы заблокировали, то есть двери в этом вагоне не откроются. Помните, когда мы открывали двери, они открывались на всех вагонах. Сейчас я вот открываю. Видите, у меня второй вагон, у меня открылись двери. Буква R здесь и там тоже, да? Сейчас мы покажем пути. Продолжаем дальше. Ну, мы спускаемся вниз. Здесь вот такая панель с кнопками. Множество кнопок. Резервное основное управление. Контроллер машиниста. То есть, помните, я вам показывал на Яузе и на Оке контроллер магнитный. Здесь вот он выглядит таким образом. То есть, как рычаг. Смотрите, я сейчас ставлю вход. Вот у меня усилия пошли. И машинист может выводить усилие с точностью до 10%. Ну, от 0 до 100. То же самое и на тормоз. Очень удобный контроллер. Привыкнуть к нему несложно, на самом деле. Дверные кнопки. Кнопки бдительности. Фары. Сигнал кнопка. Тормоза электропневматические. При работе на линии машинист по стандарту, конечно, не использует все эти кнопки. В нормальной работе, как я вам говорил уже, это двери. Информатор. Давай, кстати, включим. Послушаем. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция. Сходник. Для вашей безопасности держитесь за пор. Здесь в кабине, видимо, звук убавили, поэтому особо не слышно. Там все слышно. В салоне. Ну и контроллер. Конечно же, машинист. Это главный орган управления. Контроллер машиниста, чтобы разогнать поезд и чтобы его затормозить. Дорогие друзья, ну вот такой прекрасный поезд, такая прекрасная просторная кабина была сегодня у нас на обзоре. Это 81-765 Москва. Не забудьте подписаться на канал обязательно. Комментарии напишите. Совсем скоро мы выйдем на этом поезде на линию и обязательно покажем, как он в работе. Спасибо за просмотр. До встречи. В следующем выпуске. Пока.